привет друзья продолжаем лоб хиром сегодня я думаю мы попробуем сыграть все-таки на результат и пойдем воинам третью главу я уже собрал колоду вот такую я хочу попробовать кузнечный цех и ну я я его не показывал просто на на камеру поэтому посмотрим и возьму арсенал возьму храм молний вот что я обычно не беру а так все плюс-минус что мы видели и да пойдем в третью главу потому что там охотник явно полегче и мы его скорее всего здесь все-таки победим хоть и на воине хоть и я не помню как на воине играть и нам в принципе не нужно арсенал ставить рядом с грим потому что лича в этот раз не будет поэтому давайте поставим его там где он нам мешать не будет просто-напросто хорошо лес мы не будем ставить будем ставить чащу лес будем менять окей пригород звездочки все дела и железный щит хуже чем деревянный окей понял бывает я хотел рассказать по моему уже давно хотел рассказать но все забывал в тик токе сейчас же ничего нельзя загружать и даже если загружать под в пеном то это будет считаться зарубежным контентом и русскоязычный аудиторию не будет показываться тем не менее ребята из стран снг могут в принципе это смотреть какие-то просмотры это собирает так что я все равно выкладываю но суть не в этом суть в том что из-за того что не из-за того что короче суть в том что он я как-то зашел титок посмотрел уведомления а там мне пишет ваше видео заблокировано потому что она нарушает там какие-то эти правила сообщества ну знаете да у меня же контент такой взрослый его нельзя детям показывать наверное вот но оказалось что заблокировали что заблокировали видос порога глитч помните что это такое это такая бесплатная бесплатный рогалик он выглядит просто максимально безобидно это просто геометрические фигуры какие-то и там кита просто вырыве глазные спецэффекты иногда но мне его заблокировали сказали что этом что-то нарушаю я подал апелляцию и видос просто через минуту восстановили его примерно мгновенно по ходу посмотрели ну я так понимаю что там если подаешь апелляцию то модерация все-таки ручная идет вот им не все оказалось хорошо ну я подумал странно но как-то забыл про это успокоился и тут через пару дней блокирует еще один видос я уже не помню какой по моему что-то факторию и опять же и правил он не нарушал мне там в этом в видосе пастырицу фрок там на первых минутах расчленен к просто ну естественно мультяшная но но его не блокировали блокировали именно то что выглядит совершенно безобидно и но я не знаю как как это работает но как тогда так вот кузнечный цех давайте мы его поставим где нить вот тут прямо перед боссом чтобы он нам он он нас забирал какие-то предметы и давал нам защиту что он вообще делает он никогда мы проходим мимо него он забирает у нас пару предметов и взамен на это дает нам ограниченное число баф эти бафы они на что влияют они влияют на получаемый нами урон то есть за каждый раз когда мы пройдем мимо этого кузнечного цеха нам будут давать где-то 20 стаков бафа и каждый стак будет уменьшать на 20 процентов по моему урон по нам за каждый удар 20 ударов мы получаем сниженный урон и перед боссом это будет очень даже кстати так что будем пытаться этим пользоваться ну пусть паучий кокон весь встанет уже am great защита вырастает на один закруг пожалуй да мы очень рано в этом забеге и для воина это совершенно замечательный перк я уже забыл что мы на воине не на разбойники не на плуте простите простите лут-плут лут-плут-плут-плут тут вот 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 не жарни мы разоряем очень медленно но я в принципе не против нас не такая цель вот у нас что-то забрали но нам дали вот 28 ударов ну видимо по 15 нам дали за каждый за каждый проход и плюс 20 процентов защита а плюс 20 процентов защита то есть это не или как-то работает защите прибавляется что-то или и чем больше защиты тем лучше или просто снижается урон потому что по моему там было чисто про урон но он храм молний ну я его поставлю где-нибудь где побольше клеток петли вообще можно было бы выжигать лес и получать чистый урон вместо скорострельности и возможно это хороший план но с другой стороны нет наверное потому что чаще она выжигается также как и обычный лес и то есть нам тогда нет смысла чаще вместо леса ставить в общем будем как-нибудь держать баланс просто удалять я ничего не хочу пока что когда будут эти лайка лагеря разбойников тогда и поговорим так ну броню точно стоит поменять да пока что просто на хп ну вот сюда можно лес поставить потому что он все равно обуглится сразу из-за храма молнии в принципе лес можно вот на этой линии ставить и на этой чтобы чтобы он пользу приносил так еще один храма молнии ну давайте тут поставим тоже такая длинная линия на петле так вот так с огнем эту речку город строится звездочкой так звездочкой кровавая роща нового роща я люблю интересно она убьет босса с 15 процентами хп если да то это имба но я чё-то сомневаюсь сильно плюс 05 чистого урон неплохо так еще один апгрейд кровавая молния шанс равен вампиризм ну у нас вообще вампиризма нет нанести удар при вороте как при контур ударе вот кстати да может быть всего ворота попробуем забилдится звучит как неплохой план правда у нас пока что но но ворот только кортик но вампиризма у нас вообще нет так что о нем даже речи не идет деревня со знаком вопроса наверное она не будет проблемой а вот заговорили о вампиризме ладно раз уж не но империзм так много чего дают я конечно возьму вот живой доспех него 11 хп но он получает максимум по одному урону за удар но два урона если крит и так понял чистый урон 9 реген секунду полтора ударе один секунду полтора звучит классно так шлем четвертого уровня щит с большим количеством защиты но без вампиризма броня на реген вот реген это хорошая вещь щит на уклонение ну раз уж у нас уклонение все-таки основная синергия наверное стоит взять лес что-то у нас нет карт которые мы баррировали лиса я ставлю все остальное тоже ставлю так ну стоит ставить что-то на линиях с храмами молний потому что собственно зря мы их что ли ставили но и деревне стать не забывать сейчас очень пригодится забвение так но пока что мне нравится мы идем вообще без проблем мимик о половина двуручного меча редкая пушка по моему уклонение да это класс это мне нравится 1623 вообще без конкуренции без да такое слово есть так еще один кузнечный цех ну вот можно его тут поставить например или наоборот лучше здесь чтобы опять же как можно больше получить всего перед боссом в этом нет ничего страшного что у нас это все забирают да мы получаем меньше железом и в этом минус но когда у нас когда мы наша цель этого победить босс не там нафармить ресурсы то вполне себе норм вариант так ну давайте регулировать пожалуй пригород будет полезнее чем лес просто нужно надевать все вещи до того как у нас их сопрут и все в этом весь секрет еще один апгрейд давайте возьмем переосмысление плюс вот плюс полтора к урону за каждое выпитое зелье после взятия этого свойства да то есть мы навсегда будем повышать наш урон после того как выпьем зелье а зелье мы будем пить на фига особенно когда начнем проседать о шлем с кучей защиты и с уклонением до речка пусть будет лес тоже ничего себе ну да региона конечно нет но зато там куча здоровья кучу клонений топорик нехилый топорик опять же без бонусов но зато урона дофигища роща да ну вот надо застраивать эти клетки они совсем пустуют потихоньку у нас удаляются предметы из инвентаря ну ничего страшного крапира мало урона лем нет нет кольцо на вампиризм с регеном это интересно да остальное не очень надо скорее избавиться от этих бандитов то они у нас как крадут пружет от 944 еще лучше чем то что у нас сейчас броняна вампиризм у нас на уклонение избыть на уклонение потому что у нас уже 21 процент уклонения это неплохо здесь можно поставить лес здесь можно поставить лес но по речку стоит как-нибудь довести куда-нибудь кровавую рощу стоит куда-то поставить как и пригороды ну ладно лес я пока не буду менять пусть пока живет точнее пусть пока меняется так 1929 это намного меньше урона чем у нас так что не буду пожалуй менять хоть там и уклонение но мы пока что нормально живем еще один кузнечный цех ну я думаю еще один будет уже лишним обойдемся я думаю просто с ними я думаю тоже можно переборщить это будет неприятно это у нас будет дофига этих доспехов ходячих и когда у нас будут просто все из инвентаря забирать так нам повезло что чуваки стоят ну вот эти доспехи спавниться в деревнях потому что они являются приоритетной целью но так как эти чуваки которые спавниться в деревнях со знаком вопроса они работают только на контрударах они нас не атакуют пока мы разбираемся с этими доспехами так шанс глушить врага на одну секунду это звучит клево урон увеличен 20 процентов значение защиты но это тоже интересно потому что защита у нас растет с каждым кругом но мне кажется оглушить врага это прям полезно чем больше у нас скорость атаки тем быстрее мы справляемся с этими ребятами потому что с ними именно это важно так уклонение 5 процентов удар удар 10 процентов ну да это получше чуть-чуть но получше щит без уклонения зато с регеном из кучи защиты давайте попробуем у нас уже сколько защиты 33 наверное неплохо шлем на вампиризм вместо уклонения и на реген в секунду ну у нас станет очень мало уклонения но давайте попробуем кольцо на уклонение вместо вампиризма и регена в секунду ладно раз уж мы делаем такой что это было почему почему он убежал или что это почему что это что это за хихиканье и почему задание было провалено я не понимаю очень все странно озабление отлично деревня ну давайте поставим деревню тут еще один она босс у нас еще не скоро нужно поставить еще примерно столько же всего сколько мы уже поставили мне кажется в четвертой главе мы бы его быстрее встретили так уже вот здесь стоит ставить пригороду кортик тоже опять же мало урона ладно цена 12 защиты это конечно мощно у нас там вампиризм реген секунды лис пока не будем ставить пусть поменяется мне сейчас нужен о вампиризм контур удар да давайте возьмем вампиризм вместо хотя два регена в секунду мощно о чем я говорил забыл короче лес не будем пока ставить я хочу забвение получить чтобы избавиться от бандитского лагеря потому что он нам может ставить в палки в колеса тупо перед боссом что-нибудь у нас украсть и это явно быть неприятно ну без храма молния пожалуй обойдусь пока что мое колечко мне больше нравится но живем мы прям отлично вопрос как мы будем жить на бусе это уже другая история бандиты в сочетании с кузнечными цехами которые отбирают у нас предметы из инвентаря могут сыграть с нами очень злую шутку нас могут забрать просто все полезные предметы и потом украсть те которые у нас слота не подумал я такой камбухи ну ладно он самник вампир ну не уверен что мы до босса успеем деревню восстановить ну ладно попробуем о шлем на кучу вампиризма с другой стороны у нас тоже не член на вампиризм плюс еще там реген секунды есть плюс еще больше защиты так что вопрос что лучше остается открытым это броня сдает намного больше здоровья это звучит как хороший план конечно мы остаемся вообще без уклонений но возможно это стоит того и очень надеюсь на то что это стоит того так поле битвы давайте сюда куда нибудь рощам да я вижу как мы накладываем ошеломление мне кажется она нам экономит много здоровья в итоге колечко на уклонение на контрудар на чистый урон вместо регены вампиризма ну спорно чаще еще чаще да вы меня балуете поле я сюда не буду ставить потому что она станет заросшим мне она не надо так что такое это броня на намного меньше здоровья но зато с бонусами ну наверно она не стоит о спасибо за забвение жаль что тут два бандита уже успели заспавниться надеюсь они нам не вставят палки в колеса на кузнечный цех не нужен поля мне тоже пока не нужны при взятии этого свойства каждый круг гиры получает полоску фантомной защиты или 40 процентов шанс не потратить зелье здоровья при его используем вот это в сочетании с тем что мы получаем бонус к урону каждый раз когда пьем здоровья это может поможет нам очень быстро по моему его набрать так что я только за сам не кампиров можно разорить еще одну деревеньку пусть будет не уверен что это хорошая идея смотрим речка я думаю скоро куда-нибудь упрется например в поле битвы можно устроить чтобы там сирены спавнились хотя не уверен что нам сильно нужны сирены ну ладно и княжарня вот кстати княжарня можно куда ничего поставить как раз 1 разорилась другая появилась на роще пусть будет пригород пригород стоило поставить и не успел кольцо на реген в секунду урон по всем чистый урон скорость атаки не знаю сколько всего падает с этого чувака так броня на уклонение ну слушайте она дает конечно меньше здоровье но зато уклонение зато уклонение что пусть будет ажурное зеркальце такое у нас было по моему кузнечный молот это я не помню может быть и не было деревня со знаком вопрос очень удачно стала рядом с кузнечным цехом мне это нравится так неужели пушка которая сильнее нашей за несколько кругов наконец-то нашлась так поле битвы нам возможно уже хватит этих поле битвы ну пусть будет ну тут мы очень проседаем хоть бой очень длинный самом деле длинные бои для воина это вообще шик потому что чем дольше он в бою тем больше у него урон сейчас давайте заметим кому часу дать 87 и сейчас он ударил 100 я не знаю может быть это разброс но мне кажется все таки урон чуть повышается постепенно ну мне не кажется это в описании героя написано что урон повышается течение боя коричушка побег то побег никого еще не появилась уже побег кто хихикает я не понимаю хватит хихикать а где-то показано сколько мы урона получили уже за то что зелье напились нет видимо нет или я не вижу так ну мы постепенно приближаемся к боссам медленно наверно так я думаю мы забудем пару княжарин разорившихся по возможности но мы астральной сферы сейчас не фармин хотя возможно придется для каких-то последних апгрейдов так защита один скорость атаки чуть-чуть получше это чуть меньше урона зато уклонение возможно стоит сделать на это ставку либо сделать ставку на реген секунду и скорость таки так это броня и дает и уклонение и кучу здоровья и вампиризм на щит на реген в секунду меньше вампиризма но больше регена в секунду счетом чистый урон скорость таки жалуй да хотя может быть о да это и уклонение вампиризму надо смотреть на все и как обычно ну мы из-за этого теряем только ресурсы ресурсы сейчас не так не важны я думаю из-за того что мы ставим больше кровавых рощ от нас в принципе не убудет можно сюда поставить пшеничные поля можно поставить кокон может все таки у нас тут храмы молний хотя и не помню про них вообще но они они чуть-чуть работают и чем больше тут врагов тем лучше они работают с большей вероятностью они работают на нас они против нас надо фига всего ну мне это броня мне не интересно а вот это три регена в секунду без вампиризма конечно на 3 регена в секунду пожалуй стоит сколько нас уже регена 87 регена в секунду окей живем вообще хорошо оказывается воин тоже имба либо мне везет и чем больше у нас карт в руке тем лучше опять же но у нас их сейчас будет много потому что потому что мы собственно сейчас меньше карт начнем ставить наверное так ну лес наверное стоит расставлять сгоревший получи кокон ну пусть тут день станет я думаю речку мы закончим чем больше не будем ее ставить с остальным уже будем что-то делать чаще вот бы чащу почаще княжарня место забытой тему очень даже пригород дает кладбище встает лес встает забытая деревня встает роща окей ну да 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 остальное можно менять я думаю поле битвы тоже уже не так важно куча пригородов а я и не против круто руту княжарня уже некуда особо ставить не хочется чтобы они накладывались потому что они будут нам как-то менять менять карты тасовать не мы уже будем путаться но это то есть бесполезно будет если бы у нас была цель разорить их то это было бы хорошо а так вот такое тысячи 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 ну мы хоть мы не сильно проседаем но мы все равно пьем целебные зелья и это естественно нам только на руку хорошо что мы их пьем при большом здоровье крайне мере для того перка который у нас есть тысячи тысячи лолон так каждый круг либо при смерти врага герой получает защитный витраж ну вот на самом деле щит веры вполне может нам помочь на боссе мне кажется потому что мы будем убивать гонщик и мы будем за это получать этот самый щит и правда не знаю он там его там один раз пробьют и все и он нам будет бесполезен или все-таки он какой-то многоразовый ну я думаю мы уже в ближайшие пару кругов босса встретим тысячи тысячи пригород пригород и я вот думаю я просто произношу это слово и мне почему-то кажется что я не только здесь его произношу а я его еще произношу стрица фрук потому что есть целая локация пригород давайте сюда поставим кладбище тоже на линии с храмом молнии не пожалуй пожалуй с лесами на этом а хотя еще лес можно поставить тоже будет кто сбежал просто побег написала и непонятно кто сбежал или там побег пишет заранее побег сейчас сбежит и там после этого вампир сбегает если это так то это странно но эта пушка не больше урона но у нее нет бонусов на скорость атаки и реген в секунду о графским годе не уже не уже 42 регена в секунду по 41 жестко жестко но без вампиризма и уклонения мне кажется уклонение все-таки стоит оставить потому что если она прокнет она у нас может спасти вполне нам 8 кстати мой кровавую рощу можно вот тут поставить потому что здесь рядом лес акции она стала голодный из-за того что лес сожжен прикол прикол 10 на 47 защиты круто и круто что мы можем сразу забыть бандитов это просто замечательно так ну сможем мы босса призвать на этом круге или нет делайте ваши ставки хорошо деревня пшеничное поле ну я думаю мы с деревнями на этом тоже закончим лес здесь стоит поставить рощу где-нибудь стоит поставить чтобы она нам просто лес нам уже не надо ее фармить потому что древесина забилось ладно тут ограниченное количество перхов в этом умений вообще говоря в игре правильно же поэтому когда мы наберем все не больше нельзя будет ничего получить у нас появится возможность сразиться с секретным боссом а почему он призвался я сейчас вроде ничего не ставил я заговорил сужу и что-то поставил в итоге не знаю так пригороды явно стоит расставить возможно мы успеем набрать еще один уровень но вряд ли много нужно опыта но парочку хороших карт я думаю мы еще выбьем боссом проще тоже теперь нет смысла ставить так здесь деревня появилась можно здесь деревне поставить не стоило конечно ну ладно ладно сейчас бандиты не успеют заспавниться скорее всего остальное мне не важно ну то есть если мы босса победим я уже буду считать этот ран успешным 49 74 стоит поменять я думаю все таки ту 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 пригороды здесь по диагонали стоит поставить в побольше городов получилось лес пожалуй тоже поставим пусть будет пешеничное поле уже некуда поставить у нас по моему все клетки на петле уже застроены ну хорошо но как думаете победим босс у нас еще есть это возрождение так что возможно вы захотите сейчас изменить вашу ставку или просто посмотреть в конец видео тысяч 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 блин о чем и так проседать начали прямо перед тем как с боссом начать сражаться это как-то тупо у нас достаточно мало целебных зелень но мы похилимся до до полного я думаю перед боссом потому что мы отдыхаем в лагере перед тем как с ним деремся и восстановим несколько зелень наверное маг здоровья плюс 1000 но у нас поинтереснее штука с вампиризмом так и момент истины остаться охота началась вас это из-за того что мы его в прошлый раз не победили у него такой короткий диалог ну выглядит как будто мы очень даже легко это все пройдем правильно он он не выхилился здесь до полного почему один раз случайность на 2 ну знаешь у всех есть свой предел возможностей заткнись я целые вселенные ем почему сейчас не могу ты связан с ним его влияние не дает вычислить вычистить тебя из бытия звучит знакомо мертвый маг с ним вам говорил что-то похожее ясно старик догадался сразу что и ожидалось от мертвого омикрона говори как связан что это значит знай одно ты вовсе не бессмертен твой час настанет моя пуля чья-то магия чье-то оружие старость неважно у тебя есть шанс но шансом он и останется нереализованным нет такого исхода при котором ты справишься а если есть я должен тебя убить иначе все было зря иначе все к все кого я убил не дичь а жертва моей трусости ну тогда спеши пока не стало поздно когда все закончится ты уже ничем не поможешь своему хозяину отлично вот и мы можем еще одну награду открыть себе один раз за бой при падении здоровья ниже 20 процентов герой делает четыре удара с удвоенной скоростью после убийства врага ваш следующий атака нанесет 2 умножить на круг больше на 2 умножить на круг больше урона звучит максимально бесполезно у героя или его скелетов есть 20 процентов шанс сделать быструю серию из трех ударов по 50 процентов урона каждый вот это интересно мне кажется молниеносный удар ну что стоит остаться я думаю нет я думаю мы на этом закончим благополучно и это будет отлично до ресурсов конечно у нас мизерное абсолютное количество так а я вот я забыл про вкладку строить я же могу еще что-то строить землянка ферма лес лесоруб но это все что нужно строить ну можно строить бесконечное количество раз а то что строится ограниченное количество раз у меня все построено по максимуму правильно вроде правильно ну хорошо снабжение мы кстати в энциклопедии что-то новое нашли видимо нет видимо нет но у нас все прочитано по моему так что больше читать нечего но зато можно в химии что-нибудь перекрафчивать например те же самые книги ну ладно этим я лучше займусь как-нибудь потом что тут тут те же самые ресурсы которые е в остальных местах нам нужны но в меньшем количестве ну наверное я не буду пока их тратить окей ну хорошо мы погоняли хорошая колода хорошая получилась сборка и вообще все хорошо получилось я думаю мы в следующий раз тоже третью главу прогоним чтобы уже закрыть этот гештальт и после этого я буду фармить буду фармить на третьей главе вы уже ничего не потеряете с того что я там буду просто бегать а я накоплю ресурсов конечно хочется уже на четвертой главе фармить но ее бы для начала хотя бы пройти хотя бы хотя бы охотника на ней победить ну ладно на четвертой главе на сто двадцать процентов больше ресурсов она 3 плюс 80 да да враги имеет три четыре свойства окей ну тогда на этом все если вам понравилось это видео можете поставить ему лайк мне будет приятно меня можно поддержать на бусте если у вас есть такое желание и как обычно живите дружно не болейте и до скорого